Вы слушаете радио Болткома Утро на Болткоме Ну что, продолжается утро на Болткоме, Олег Пек, Александр Шунин Вот пришло время, мне кажется, дрожащей рукой сорвать покров с грядущего Как вы говорили в каком-то фильме Красиво, красиво Заглянуть в будущее, посмотреть о том, каким будет наш город через какие-то, значит, энное количество лет Поскольку ведутся дискуссии, действительно, что, кто будет получать приоритет Там общественный транспорт, велосипедисты, скейтбордисты, пешеходы, автомобилисты Как мы будем передвигаться по нашему городу И вот дискуссия «Мобильность в Риге и на берегу Далгавы», которая прошла совсем недавно Тоже вот попыталась ответить на эти вопросы Экологичный образ жизни, использование общественного транспорта, электротранспорта, общественного транспорта И обо всем об этом, в общем, об итогах этой дискуссии Видений, может быть, будущего Какие устанавливаются вот эти перспективы Мы поговорим с городостроителем Нейлсом Балгалисом, который с нами на прямой связи Здравствуйте, доброе утро Доброе утро, Нейлс Дискуссия, которую упомянул Олег, состоялась вчера И одна из идей, которая была высказана, вызывает удивление, оторопь, легкое недопонимание Которое мы попросим вас сразу и объяснить Известный журналист, автомобильный журналист Павел Стеймроц Высказался в том смысле, что Чтобы увеличить мобильность, нужно сократить мобильность То есть наше перемещение Это вот как так вообще? Что он имел в виду? Ну, то есть понятно, что подразумеваются Самые простые бытовые вещи Утром многие везут детей Многие взрослые везут своих детей Не люди, что ли? Многие высокие люди Взрослые везут маленьких детей Из спальных районов, так называемых В центр, может быть, в более престижные школы Вечером обратно, потом на кружки, из-за этого пробки Ну, как-то, вот, мне кажется, все-таки достаточно однозначный Такой вот однобойкий взгляд на проблему Как вы считаете? Знаете, это, конечно, Павел Свист сказал Одно свое мнение И оно, ну, скажем так, правильно Потому что это так же, как отрезать Семь раз отмер, а потом отрежь То же самое на счет передвижения Потому что, если бы каждый раз, как только бы задумал Ты скакиваешь, куда ты едешь У нас мы получаем сумбурную мобильность в гору Если такая есть Но, нет, я думаю, то, что он имел в виду То, что, во-первых, там, где ты живешь Должны быть достигаемы все эти То, что те сервисы, которые тебе нужны И, ну, скажем так, достигаем Потом, о том, о чем мы говорили еще Мы говорили о том, что То, что нас научила пандемия Что иногда мы можем не ехать Иногда мы можем Это может быть только один раз в день Мы можем работать из дома Мы можем использовать другой вид транспорта То есть И здесь мы приходим к тому К чему вообще эта дискуссия свела Потому что за столом там сидели 14 представителей разных Из разных институций Из разных башен Ну, башня У каждого, на который смотрим на эту проблему И одна из вещей, что в будущем нам надо За столом тоже, конечно, иметь тех, которые занимаются Из ГЛИТИБа, то есть Образованием Да И размещением разного видов этих услуг Тоже, потому что куда мы едем Это, ну, не только Это зависит Вот эта мобильность Скажем так Повод мобильности, да Ну, хорошо Повод вот этой мобильности Раз уж мы про школу заговорили Ну, сейчас система такая, какая она есть Более престижные школы, куда хочется детей отдавать Они, в самом деле, расположены в историческом центре города Это раз Второе Принцип есть Вы говорите о сфере образования Ну, он же действует, он же существует Деньги следуют за учеником В принципе, он повторяет именно эту систему Больше детей в более престижных школах Они более богаты То есть, речь идет Либо о сегрегации То есть, призыв, чтобы жители окраин оставались в своих окраинах Да И просто вам не повезло Вы живете, никого не хочу обидеть Просто, как пример В Уздвинске живешь Как в народе говорилось Где родился, там и пригодился Вот в Уздвинске, пожалуйста, ты оставайся Потому что все есть Школа тебе есть Или, 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 сейчас я закончу мысль Или речь идет о такой всемирной, кстати, тенденции О децентрализации больших городов И нам следует, на ваш взгляд, двигаться в этом направлении То есть, возможно, менять систему Вот ту самую принцип Деньги следуют за учеником И вообще разворачивать, в том числе, развитие города Конкретно столицы, Риги И вкладывать деньги в развитие предместий Да, как раз Я думаю, вот это Большой ответ Вот как раз эту школу Не только одну Но нам все школы нужны Такие, чтобы там захотели идти То есть, поднять уровень Не только держать этот один Но школа, это только Я бы сказал, это только один пример И там остальные тоже То, что достигаемо Мы говорили о том тоже, что О сервисах, которые Ну, ты не должен ехать за чем-то За какой-то услугой Да, есть и подписи и так далее И так далее Но что очень важно Что все мы будем иметь И мы будем передвигаться Но нам надо создать в Риге Такую систему, чтобы она была удобной И ты мог менять свои средства передвижения То есть, идеальная ситуация Проснулся утром У тебя план действий есть И ты можешь выбрать Самый или кратчайший Или быстрейший Или самый дешевый вид Как достичь Какого-то места И это включает Автобус, железную дорогу Велосипед Эту каргуру Или фиксер-рентовую машину То есть, ты имеешь возможность Комбинировать Комбинировать Потому что Потом все участники Дискуссии были согласны Интеграция Это будущее города Интеграция Обидно, наверное, автомобилистам Вот он заплатил деньги За автомобиль За парковку И получается так, что Ему нужно доезжать Вот до границы Предположим, города Со своим велосипедом Взять велосипед Дай проехать еще Затем с этим велосипедом Зайти в общественный транспорт Проехать еще В общем, ну какие-то такие Ну да, да, да Я понимаю И что самое главное У нас представитель Андрис Кулберг Тоже был Из Ауто, Водитая, Ассоциация И он тоже видит Это будущее Вот это комбинирование Потому что Вы знаете вообще Такой парадокс Что в Европе Автомобиль 95% стоит Используется только 5% Так и есть Так и есть Это да И я думаю Это вот из ресурсов Ну использование ресурсов Во-первых Во-вторых У нас в Латвии Сейчас 350 автомобилей На 1000 человек В Эстонии 600 В Люксембурге Где-то 700 В США даже больше И представьте себе И да, кстати 49% Семей Автомобиль Нет Представьте себе Развитие Два раза больше автомобиля Как В центре города Как Просто И понимаете Это Вот это Мы все должны понять К чему мы стремимся И я думаю В каждой семье Будет автомобиль Более или менее В каждой семье Он будет Один автомобиль Если ты за городом Это вообще Невозможно Будут люди Которые будут жить В центре города Без автомобиля А те Которые в загороде И знаете Сейчас нужен Не только один автомобиль А второй И третий Потому что Женые туда Тяжные туда Детей и так далее И вот Мы должны построить Систему Чтобы нам не нужен Был второй И третий автомобиль В семье Чтобы мы Вот эти Еще Он Даже эти 5% Не используется Вот это то Что делается сейчас Тоже в Бельгии Но там У них там Уйма Намного автомобилей То есть Понять нам Что В этой всей системе Автомобиль Остается И самое главное Мы должны Прекратить В городе Деление Велосипедист Автомобилист Пешеход И так далее И так далее А это что Вы имеете ввиду? Я имею ввиду Это человек Который Использует Разные Виды Транспорта То есть Это Мы Сразу Сразу Дискуссия У нас Поворачивается Ну Вы знаете Это поговорка Я думаю Это Походить С другими Туфлями Ну да Волкин Майшос Ну знаете Нейл Это вы пожалуйста Скажите представителям Пилста Цилва Кем Что все должны быть равны И хватит делить На автомобилистов Пешеходов Тут у нас Прямо вот Все Закипели Телефон Да Давайте Примем Звонок Интересно Доброе утро Доброе утро Я не понимаю Вообще Ваш вот Визави Он Где живет Из Риги Народ бежит Пенсионеры Скоро все Выбрут Богатые покупают Дома В пригородах Или В Юрмале Работа идет Дистанционно Да в Риге Скоро вообще Никого не останется И проблема транспорта Решется сама собой Надо думать Как увеличить Население Риги Спасибо Спасибо Я бы сказал Очень хорошая И очень важная Идея Мы должны об этом Подумать Мы должны Не только И здесь Две вещи Во-первых Те которые Сейчас последние 5-10 лет Уехали В Марпе Юрмало В Тякову В Адыжи Их так легко Не вернуть Потому что Они уже там Платят свои Кредиты Ну там живут А вот те которые Думают Это вот У нас Два Таких Больших путя Во-первых Как более Удобнее Делать город Чтобы не уехали Даже пенсионеры А второе Нам надо Привлекать людей Изнаружи Те которые Уехали Из Латвии Те которые Живут рядом Те которые Видят что Рига Отличный город Потому что Да Количество людей В Риге Должно повышаться Мы не должны Остаться на Системе Что вот Ну вот Таллы Немножко растет Стокгольм Там вообще Растет А Рига Ну конечно С пригородом Нормально Нет Мы должны Должны быть Городом Который Привлекает Людей Это очень Важный Это очень Важный Ну вот Вы сказали Что 5% Только машина Находится В движении А 95% Она Простаивает Нет ли Действительно Здесь Запас Развития Сервисов Подобных Каргуру Заполнить Эту брешь Чтобы действительно Можно было Передвигаться Как раз Как раз Я думаю И вот Это очень важно Чтобы такие сервисы Как Каргуру Чтобы они Могли Использоваться Больше и больше Мы видим Как популярность Их растет То что говорили В дискуссии Тоже Что очень интересно Что в центре Эти машины Все время Двигается Как машина Едет Вот Скажем так В Пурции С Виманту Она там стоит Да Ну так что Мы должны думать Чтобы Вот Эта система Тоже по городу Потому что Да Одна такая машина Заменяют Пять машин Ну которые Ну простых Скажем так Места больше Всего Электрические Там есть возможность Вот как раз Это из Одних возможностей И где кстати Все города Европы Они идут В этом направлении 6 7 212 93 9 Телефон нашей студии Да Принимаем звонки Продолжаем принимать Здравствуйте Доброе утро Здравствуйте Здравствуйте Равноправие Будем штрафовать Всех одинаково И Уровняем штрафы Для машины Там 100 евро Для пешехода 10 Давайте для всех За одно нарушение Да Потому что Я буквально Вчера видел Когда у нас Напротив Радио Выехал из парка Велосипедист И он проскочил Значит перед Остановившимся Автобусом На остановке Там Господи Думаешь Вот выскочит Из автобуса Там стояла Противоположная сторона Просто стояла Он хотел Проскочить Еще через улицу Вот посередине улицы Прямо И в этот момент Тронулись машины И он как бы Там начал вписываться И между ними Вот так вот Юлить То есть я себе представляю Какой там шок должен был быть Ну у этих Таких историй Их пучок И каждый день Вчера Меня с двух сторон Объезжали велосипедисты И мне тоже На зебре Тоже я на работу Ушел Вот от часов Кобы И они сами не знают Слева или справа Меня объехать И я такой Замер Ну то есть как бы Я точно здесь ничего К сожалению Решить не могу Кроме как свалить На землю обоих Ну так бы и произошло Если бы кто-то врезался Ну в общем Неприятно Неприятной ситуации Где культура езды Я требую культуру Штрафовать Да Господа Автомобилисты Сколько раз Вы были в ситуации Когда вы видите Кто Кто-то на автомобиле Переезжает На желтом На красном Кто-то пипикает Кто-то С фаром Культура у нас Общая И она Должна улучшаться Намного лучше Чем было в 90-х Когда Никто не пристегивался И Ну да Ноги выпивали И убивались тоже Мы сделали Большой шаг Маленький Но большой Ну скажем так Медленный Но большой шаг Вперед Это же то же самое С велосипедистами Скутерами Они Часть чего-то нового Что входит в город Когда что-то новое Приходит Она никогда не приходит Как алгоритм То есть Один Два Ну там Все точно Все движение Всегда такое Так что Только И конечно Отдельная инфраструктура И я бы сказал Что Какая культура У нас Культура у нас Езды На Автомобилях Такая же На велосипедах Ну конечно Мы видим Вот опять Как раз Как начинается Это деление Вот так сразу Ну я думаю У нас намного лучше Чем Некоторых Других Странах Которые иначе Были в таком же Ситуации Как мы Например Ну Будем называть Но там Пешеходы Еще Перебегают Улицы Да У нас Тоже было Ну бывает Бывает Да Маленькими шагами Вперед Это понятно Требует времени И действительно Не так давно Стало популярно Перемещаться На велосипеде А тем более На электросамокате Нейл Пару месяцев назад Когда мы в прошлый раз Общались Мы затронули тему Задействования В городской жизни Более активного Набережной Даугава Что на дискуссии Прозвучало Возможно Какие-то новые идеи По применению Даугава Набережной Да Знаете И кстати Да Все должны Тоже Может быть Знаете Может быть Нет Но сейчас Мы поставили Две недели назад На набережной Этой солнечной Трибуны Ну правда Немножко Солнца мало И немножко Они отличались От тех Которые были Красиво нарисованы Прямо скажем Тоже Да Да-да-да Конечно Конечно Но мы должны Понять Что это тест Мы тестируем Их до 30 сентября Смотрим Выпрашиваем Мнение У тех Которые есть И в конце Сентября 29-30 У нас есть Вот это Большой Медсет Акатон Планировочный Где мы Все выводы Из этой Дискуссии Об обменности Об использовании Набережной Да Мы как бы Соберем вместе И делаем Такой план Пятилетный А потом Пятилетку За три года Да-да-да Нет Пятилетку За пять лет План такой Один Два Три Четыре Пять Лет вперед И в этом плане Мы хотим Чтобы Высветилось Все большие Проекты Которые будут Тот же самый Реал Балтика Пешеходный мост Перестройка улиц Перестройка Ваншевого моста Набережная Муксал Чтобы там Были эти Маленькие Шаги Улучшение Набережной Пристани Все далее Но В течение Пяти лет Вот создать Такую картину И там дальше Дать людям Ее прокомментировать Больше Вот такая Идея И такой Клан Это Мы будем Делать Ну Кстати Кстати сказать До 4 октября Идет Общественное Обсуждение Документов Городского Планирования Так называемой Первой редакции Программы Развития Рига На 21-27 Годы И проект Отчет Об окружающей Среде Это все Можно найти На портале Рига ЛВ Рижской думы И оставить свое Мнение Тоже в обсуждении Ну так Просто Действительно Пришлось к слову Вы кстати Участвуете В разработке Этих планов Развития Риги Вы знаете Да Мы участвовали В разработке Предыдущей Редакции Самая последняя Сделана Мы делали Уже Пару лет Назад Много Таких Испек То есть Ну Испек Да Да Разные Сейчас участвуем Как Как Комментаторы Да Да Это Рижская дума Ну как-то так Хорошо Ну тогда Желаем удачи 30 числа На этом Хакатоне Мэтсити Очень интересно Чем все это Закончится И какие новые Идеи Появятся Обязательно Обязательно Зовем вас В эфир Уже заранее Планируйте По итогам Обязательно Посидим Посидим На трибунах Кстати Надо сходить Обязательно И сразу Ловите мое мнение Извините Но мне кажется Как-то не очень Удачно они расположены Не подъехать Не подойти К этому Мосту Вот как раз Не подъехать Не подойти Вот это и проблема Набережной Вот понимаете Это и проблема Не ну слушайте Но если поставить Где большой крестоп Например Ну там же можно И подъехать И подойти Хорошо Хорошо Спасибо за мнение Спасибо за мнение Да Хорошо Чуть позже Через месяц Обменяемся Обменяемся Мнениями Огромное спасибо Мы говорим Градостроителю Наилсу Балгалису Который поделился Результатами Вчерашнего обсуждения О мобильности В столице Спасибо Хорошего дня У нас с Олегом Небольшая пауза После которой Очередной культурный гость Мы продолжим обсуждать Происходящее На международном фестивале Документального кино Art Dog Fest